МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире областного телеканала «Главное время местное» о важных событиях в жизни Ростовской области расскажут наши партнеры, городские и районные телекомпании. В рамках всероссийских учений по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Миллерово проводилась специальная тренировка и проверка готовности техники. На учениях побывала Миллеровская телекомпания. Начальник отдела ПГОЧС Леонид Ибрагимов проинформировал о том, что данное учение проводится в день 81-й годовщины образования гражданской обороны. Напомнил историю праздника, но затем зачитал поступившую вводную. В соответствии с планом учений, каждая служба выполняла свои функции. Например, специалисты жилищно-коммунального хозяйства подготовили всю необходимую технику для ликвидации чрезвычайных ситуаций и вместе с отрядом спасателей были готовы выехать на любой объект. В данный момент мы проводим смотр сил и средств, которые могут применяться в случае чрезвычайной ситуации на территории Миллеровского района. В МУП «Водоканал» помимо представленной техники ответственные лица продемонстрировали специальные генераторы, которые призваны обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии на городские скважины. Следует отметить, что в последнее время наряду со старым оборудованием здесь появилось новое. Среди спецтехники не могли не заметить и сверкающей свежей краской машину. Это лосос КАМАЗ КАО 510В, выделенную нам в июне месяце, Ашкалепов и Макаренко, которые нам помогли приобрести этот автомобиль на этот год. Ну, пока мы ее чисто оформили в этом году. Откачка водостоков можем быть, канализация. У нас она работает. Как видно, службы жизнеобеспечения готовы к работе в период чрезвычайных ситуаций. И учения, которые прошли сегодня, это лишний раз подтвердили. Турнир «Золотая осень» осыпал спортсменок золотыми медалями. В Новошахтинске гимнастки Южного Федерального округа и Украины соревновались между собой за первенство в этом виде спорта. Самым младшим участницам было всего 5 лет. О трудностях и победах расскажет телекомпания «Несвятай». Международный турнир по художественной гимнастике «Золотая осень» стал уже традиционным и собирает новошахтинские юных спортсменок Южного Федерального округа и Украины. В этом году на соревнования приехали команды гимнасток из Ростова, Каменска, Таганрога, Зернограда, Гукова, Краснодарского края. Свою команду представил и Новошахтинск. Гостей наш город принял тепло, многим гимнасткам спортивная арена нашего города принесла удачу. В первый день соревнований на ковер вышли самые юные спортсменки от 5 лет. Некоторые впервые принимают участие в таком турнире. Но с этого и начинается продвижение к мастерству. А если еще и получены первые медали, то начальная ступенька успешно преодолена. Конечно, для малышей это только первый опыт. Они учатся выступать, очень нервничают, забывают упражнения, но при этом очень стараются, стараются понравиться судьям и, конечно, своим родителям. Для взрослых деток это как определенный старт перед крупными соревнованиями. Учатся выступать, бороться со своими страхами, боятся выступать. Ну, учимся, стараемся. Резко выезжаете на соревнования? Нет, стараемся часто, каждый месяц стараемся выезжать, потому что детям нужно учиться заниматься. Нам очень нравится этот турнир, очень теплый прием, хорошие условия у вас, очень хороший красивый зал. Мы очень довольны, и детям тоже очень нравится. На высшем уровне и в том году, и в этом. Молодцы и тренеры, и родители, и оргкомитет, и администрация школы. Проведение очень хорошее. Многие девочки уехали домой с медалями и подарками. Я думаю, любой родитель со мной согласится, что кроме поведения детей в школе, большое значение имеет и поведение их во внеурочное время. Где они бывают? Чем занимаются? В Целинском районе представители ОВД, уголовно-исполнительной инспекции, больницы, комиссии по делам несовершеннолетних провели с учениками школы дни профилактики правонарушений. Съемочная группа телекомпании «Дельта» побывала на одной из встреч. Напомнить всем без исключения о правилах поведения и в школе, и за ее пределами – одна из задач дней большой профилактики. Беседу с учениками средней школы номер 4, села Средний и Горлык, проводили представители ОВД, уголовно-исполнительной инспекции, Целинской райбольницы, комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Целинского района. Мы вам расскажем, как вы должны себя вести и как вы не должны себя вести. И вы в своей школе, любимой, будете именно так поступать, потому что полномочия к нашей комиссии по делам несовершеннолетних – это защищать интересы детей. И, к сожалению, иногда нам приходится наказывать тех детей или родителей, которые… Сегодня на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних состоит 13 человек. Трое из подростков проживают в Среднем и Горлыке. А всего в учебных заведениях района на внутришкольном учете детей группы «Риска» 85. С каждым из них администрации школы совместно с Общественной комиссией по делам несовершеннолетних сельского поселения ведется индивидуальная профилактическая работа. Разрабатывается комплекс мер социально-педагогической реабилитации несовершеннолетнего, занятость в каникулы, вовлечение в культурные и спортивные мероприятия. На дне большой профилактики еще раз обсудили соблюдение областного закона о запрете нахождения подростков на улице в ночное время, недопущение употребления наркотических и психотропных средств, недопустимость совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними. А именно рассматривались вопросы административной и уголовной ответственности несовершеннолетних. Главная цель таких встреч – объяснить и предупредить. Данное мероприятие направлено на формирование права сознания подростков. Оно имело продолжение в профессиональном училище 85. С начала нового учебного года – это уже третья встреча. На следующей неделе членов комиссии встретят ученики и других школ Целинского района. Это были главные новости из удаленных уголков Ростовской области. Увидимся завтра на областном телеканале «Южный регион Дон». Не пропустите главное – время местное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова